Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире НЕТЕРЯДНЫЙ программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. И вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи, задать свои вопросы, рассказать о том, что вас беспокоит. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам всегда можно написать на наш электронный или почтовый адрес, и, наконец, вы всегда сможете смотреть нашу программу и в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, как часто мы не можем начать нужное для нас дело? Или бросаем его, не доведя до конца? В такие моменты мы чувствуем, что нам не хватает сил или силы воли. Если бы мы знали, на какую волшебную кнопку нажать, чтобы включить в работу эту самую силу воли, проблем бы, наверное, не было. Все успевали бы делать любые задуманные дела, достигали любых поставленных целей, с понедельника начинали заниматься спортом, правильно питаться и худеть, изучали иностранные языки, удачно женились и выходили замуж. Специалисты утверждают, что именно от силы воли зависит наше здоровье, финансовое положение, отношения с окружающими, профессиональный успех и благополучие в личной жизни. Тогда почему нам так часто не хватает этой самой силы воли? Что такое сила воли? Каким образом она работает в нас? Почему исчезает в самые ответственные моменты? Одним словом, как стать волевым человеком и достигать любых поставленных целей, и сделать так, чтобы сила воли нас никогда не подводила? Вот об этом наша сегодняшняя программа. У нас в гостях психолог, автор тренинга силы воли Дмитрий Закс. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Татьяна. Тема очень важная, мне кажется, для жизни каждого человека. И практически каждый из нас попадался на этой проблеме, когда не хватает сил, когда мы не доводим дело до конца и не понимаем, что с нами происходит. Соглашусь с вами. Поэтому есть даже такая, знаете, народная поговорка, она достаточно молодая. И сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Что же это такое? В чем здесь загадка и секрет? Все вопросы сегодня к вам, как автору тренинга, который тренирует силу воли. Надеюсь, вы нам сегодня раскроете все секреты. Ну, все секреты точно нет, поскольку, ну, их правда в тематике силе воли очень много. Но давайте начнем поступательно вот там. Да, да. Что такое воля вообще? Что такое воля? Да, это характер, это врожденное качество каждого человека или это воспитание? Что это? Вы знаете, по-хорошему воля – это способность достигать тех целей, которые ты ставишь перед собой. Да, соответственно, по пути к цели возникает какое-то количество препятствий, и воля – это тот ресурс и запас, который необходим для того, чтобы эти препятствия перейти, пройти. Да, ну, это понятно. Но тогда вот что это за ресурс-то? Почему у одних людей его много, а у других его практически нет или очень мало, да? И, ну, как-то обидно. Либо вот она есть, какие-то шаги ты делаешь волевые, есть достаточно волевые люди, но в каких-то моментах и они проигрывают. Почему? Соглашусь с вами. Несправедливо. Да. Подводишь. Несправедливости в этом мире. Да, конечно. Вы знаете, я хочу сказать вот что. То, по-хорошему, ресурс силы воли, он есть у каждого. Вопрос в том, каким образом мы им распоряжаемся и развиваем у себя. Есть действительно люди, которым от рождения, только за счет врожденных психофизиологических особенностей, ну, действительно предоставлены такие условия, что это происходит. Ну, грубо говоря, есть очень сильные от рождения люди, да, есть те люди, которым нужно ходить в спортзал для того, чтобы достигать какие-то результаты. С силой воли абсолютно точно так же. Поэтому, грубо говоря, когда все это распределялось в процессе рождения, кому-то дали побольше, кому-то дали поменьше, кому-то еще меньше. Совсем мало. Да, и вот кажется, когда человеку, которому дали вот немного силы воли, он смотрит на того, кто вот орел, да, ему все легко, ну, ему дается легче, потому что он может в нужный момент себя подопнуть, в нужный момент себя остановить. А вот этот человек смотрит и думает, боже ж ты мой, а как же я, как же я могу с этим справиться? Вот действительно несправедливость, и тут важно понимать, что вот я неплох, если у меня ее немного, да, мне просто ее надо развивать. Мне просто надо чаще и больше ходить в тренажерный зал. А этому человеку не надо. У него и так все хорошо. То есть силу воли можно развивать, тренировать в себе. И в этом большое счастье. Воспитывать. Хорошо. Тогда, скажем так, откуда она берется, вот эта сила воли? Вот вы говорите, что она при рождении как-то дается человеку. Все-таки тогда что это? Это характер или это та энергия и сила, которая дается каждому из нас при рождении? Вы знаете, это... Каждый из нас же рождается с определенным запасом энергии. У кого-то его больше, у кого-то меньше. Или я не права? Я бы говорил, вы знаете, не про запас энергии, а скорее про особенности строения нервной системы. Ну то есть, собственно говоря, сила воли, она живет в головном мозге. Ну так уж получается. То есть все-таки есть то место, где... Давайте так, на самом деле там много мест, они друг с другом иногда борются, конкурируют. И вот в зависимости от того, как этот кислотно-щелочной баланс внутри выстроен, от этого зависит. Вот в какой-то момент возьму я пирожное, или в какой-то момент скажу себе, нет, стоп, я же все-таки решил худеть. Я не буду его брать. Вот в зависимости от того, как, грубо говоря, эти процессы в головном мозге выстроены, да, вот где-то больше возбуждения, где-то меньше, да, таким образом это позволяет. Вот и этот механизм в конечном итоге заставляет меня что-то взять в руку или наоборот сказать нет. Так это получается еще и химический процесс в нашем организме? Мало того, очень много, почему про пирожное я сказал, очень многое зависит от баланса глюкозы в крови. То есть, собственно говоря, в зависимости от того, сколько у меня глюкозы, я являюсь более волевым человеком и менее волевым человеком. Вот. То есть это, правда, психофизиологический механизм. Но вопрос, что нам с этим делать. Да, да, вот действительно есть какие-то законы природы. Да, прошу прощения. То есть просто я хочу вот на этом как-то подчеркнуть особенно вот эту фразу, чтобы все наши телезрители сегодня поняли. То есть сила воли, это не только свойство характера, личности, да. Скорее всего, когда это свойство личности и характера, то это уже можно воспитать вот эту часть, да? То есть в себе, натренировать, о чем мы сегодня тоже поговорим. Можно и в том, и в том случае, да. Ага. Но это еще и психофизиологическая особенность. То есть это химические процессы, которые протекают в нашем организме. И если у одного человека они протекают таким образом, то он... Ему какие-то такие испытания, связанные с силой воли, преодолевать намного легче, чем человеку, у которого другой кислотно-щелочной баланс, образно говоря. Боже мой, от чего мы все зависим? Мы-то думали, что сила воли, это так... Это какой там, не знаю, Павка Корчагина, да? Да, это действительно, это замечательные образы, которые нам дала наша советская литература, русская и зарубежная. И что это очень высоко, и это очень трудно, потому что сила воли... Это правда трудно. Это трудно. Это правда, потому что с физиологией бороться, правда, непросто. Потому что прийти в спортзал и заодно занять очень быстро так раз, и на 30 килограмм больше поднимать не получится. Это правда целая история. Это история, когда ты, ну вот, заставляешь себя ходить по одной и той же две дорожки, чтобы в следующий раз пройти было проще. Да. Но при этом, кроме, значит, каких-то психологических вещей, о которых мы сегодня поговорим, нужно, наверное, и здоровьем с вами заниматься. Тогда сила воли будет тебе как-то... А вы абсолютно правы, потому что... Отвечать больше со словом «да», да? Конечно. Если не высыпаться, да, если неправильно питаться, да, если вот как-то мало внимания обращать. А мы поговорим сегодня, что нам мешает, что нам мешает, потому что у нас уже люди начинают нам звонить, наши телезрители. Давайте послушаем первый звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас внимательно слушаем, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Вас очень хорошо слышно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Я звоню из города Вязьму, Смоленской области. Очень. Меня зовут Елена. Прекрасно, Елена. Ваш вопрос. Вот я хотела бы задать такой вопрос. Сила воли – это понятие очень расплывчатое. Можно ли его заменить словом «присутствие огромной лени?» Лени, просто лень, человеческая лень. Хорошо. И мне еще кажется, что лень рождает страх. Вот лень и страх – это и называется отсутствием воли. Спасибо, спасибо. То есть это ваше наблюдение. Спасибо. Спасибо огромное. Что вы скажете? Спасибо, Елена. Вы знаете, вы абсолютно правильно вспомнили такой аспект силы воли, как лень. Кажется, это, собственно говоря, давайте так, феномены одного порядка. Человек волевой, который легко решает двигаться к той цели, которую выбрал. И человек ленивый, вспомним товарища Обломова из российской, русской литературы, который предпочел год проболеть, нежели идти к любимой женщине Ольге и так далее. И вы правы в том, что очень часто мешает двигаться к своим целям страх. Страх неудачи, страх ошибки, страх быть неидеальным. И для того, чтобы стать, грубо, более волевым человеком, чем ты был раньше, необходимо как-то обходиться с этим страхом и работать с ним. Это непросто, это больно, это страшно. И для этого, ну, извините, опять же, требуются усилия, соответственно, силы воли. Получается замкнутый круг. Для того, чтобы справиться, необходима воля. Для того, чтобы получилась воля, необходимо справиться. Как быть? Вот получается немножко замкнутое такое пространство, собственно говоря. Для этого и необходимы какие-то внешние стимулы, потому что, ну, сам по себе человек бывает... Вот в этом комфортном состоянии, который, ну, относительно комфортного состояния и лень, да, человек пребывает, ему сложно самому выбраться. Для этого, собственно говоря, книги, тренинги существуют, чтобы вот немножко выбить из привычного состояния. Кто-то дал волшебный пинок, волшебного пинка, как говорят в литературе. А желательно и систему волшебных пинзелей, чтобы вот как-то не просто раз скакнуть, а продолжать двигаться. Да, но в то же время многие психологи говорят о том, что лень является и защитной функцией организма. Абсолютно верно. То есть иногда она защищает нас и помогает нам не уйти в стресс, в депрессию, да, то есть она как бы заставляет... Позволяет себя не загонять. Не загонять себя, да. Заставляет отдохнуть наш организм, чтобы мы не попали вот в эту, скажем так, неприятную ситуацию. А нам кажется, что это лень. То есть иногда надо давать себе полениться, но, наверное, нужно различать вот такую лень, да, для здоровья от лени тотальной. Да, согласен, я бы сказал, что это вопрос целей. Потому что вот если то, есть то, к чему ты очень хочешь прийти, а есть то, к чему тебе сказали прийти, и ты думаешь, что это твоя цель. Ну, в какое-то время было сказано, что вот, например, если там у тебя миллион долларов нет, ты вообще никто. Да, по факту тебе он даром не нужен. Ну, хватает тебе, грубо говоря, там, 50 тысяч рублей твоей зарплаты каждый месяц. Но вот кем-то вот это в свое время заложенная цель, потому что, ну, вот кто-то там без миллиона долларов заставляет тебя дергаться, а тебе этого не надо, и, в общем-то, возникает естественное сопротивление. И задача просто разобраться в том, чего ты хочешь на самом деле. То есть цели-то, которые в голове не бывают чужими, не твоими. А тебе кажется, что вот, я должен, вынь да положь. Тогда, значит, вот воля, она для чего дана человеку, раз она у нас есть, как вы сказали, и в конкретном месте, да, так сказать, головного мозга, и в химических процессах нашего организма, и в характере, да? Для чего она нужна человеку, кроме достижения целей? Ха, хороший вопрос, я вам скажу. Понимаете, в чем дело? Так или иначе, воля возникла в процессе эволюционного развития человека. Здесь я сейчас пытаюсь как-то вот сформулировать более... Смотрите, представьте себе первобытное общество. Это больше все-таки, вот знаете, воля нужна для того, чтобы человек себя как-то в социуме, да, вот, нашел свое место, да, в обществе. Потому что, ну, жить в обществе и быть оторванным от общества нельзя, поэтому... С языка сняли. Да. Ну, собственно говоря, есть желание, есть импульсы, да, я вот хочу выпить вашего чаю, например, мой, мне не нравится, хочу вашего. Собственно говоря, будет здорово, если вы пьете ваш чай, но не факт, что вы меня пригласите на следующую программу, как вариант, или там будете со мной общаться дальше, вы же планируете выпить в том числе. Так. Соответственно, мне необходимо как-то вот подумать и сказать, что вот это желание я у себя остановлю. Вот не буду я пить ваш чай, попью свой. Соответственно, да, умение останавливать себя, свои действия, да, это вот тот самый зачаток силы воли, это одна из ипостасей силы воли, самоконтроль, умение остановиться в нужный момент. Если мы живем в социуме, то куда мы без самоконтроля? Конечно. То есть это какая-то внутренняя дисциплина. Вот я, готовясь к программе, прочитала книгу известного специалиста. Про Макгонику, наверное, говорит. Да, да. Она пишет, что воля выражается в трех позициях. Это я не буду делать, то есть это... Самоконтроль остановиться. Возможно сказать нет, отказать себе и другим людям, когда не хочется делать то, что ты не хочешь делать. Я буду и я хочу. Вот что это такое? Что это за три позиции в проявлении воли? Тут уж все-таки не выйдет совсем без психофизиологии. Вот есть у нас такая часть мозга, которая называется префронтальная кора. Это вот высокоразвитая часть мозга, которая отвечает за осознанное направленное поведение. Потому что есть инстинктивное, вот там ногу на ногу ложили, и вот ножка-то дернулась. Есть более осознанное поведение, когда я совершенно сознательно протягиваю руку, беру чашку чая. Вот это вот, собственно говоря, префронтальная кора. И здесь есть три участка, один из которых отвечает за силу «я не буду», за самоконтроль. Когда я останавливаюсь, я вот там грубо курильщик, да, я хочу курить, да, вот она сигарета, да. И в какой-то момент для того, чтобы остановиться, ну я же хочу, у меня есть желание, для того, чтобы остановить его инстинктивное желание, да, есть сигнал от префронтальной коры. Не кури. Не кури, все, стоп, скажи себе стоп. То есть все-таки в нас есть вот этот орган, который говорит там, не пей, не кури, не ходи туда, не делай этого. А дальше уже наша сила воли как-то должна на это отреагировать. Вот скорее не пей, вот скорее то, что мы реагируем, то, что мы реагируем, и есть сила воли, а вот этот вот орган, вот не пей, не кури, это скорее про другую силу, да, про силу «я хочу». Потому что вот эта вторая часть силы воли, это способность к осознанным целям. Она тоже где-то находится у нас? Там же, там же, в префронтальной коре, только там чуть ниже, в другую часть. Так, так. Соответственно... Значит, кнопочки есть все-таки. Вы знаете... Волшебные кнопочки есть, я так догадываюсь. По-наученному они называются очки возбуждения, и, к сожалению, нет, вы знаете, того волшебного пальца, который позволит просто нажать, и все сразу хорошо, прям вот, и испарилось. К сожалению, нет, это, ну, правда, тренировка достигается, и не очень быстро. То есть, в том, что касается силы воли, волшебство бывает редко, бывает много работ, которые позволяют здорово поднять свой уровень. И вот если мы говорим о силе «я хочу», то, с одной стороны, я курильщик, я хочу курить. С другой стороны, я себе ставлю уже осознанно цель о том, что вот, ребята, а это вредно, это же потом меня убьет. Соответственно, когда я хочу курить, я должен сам себя остановить, потому что то желание, которое я сам для себя создал, это будет вредно. И сейчас его нет, сейчас есть «я хочу курить», а то желание в будущем, я там хочу быть здоровым. Из этого желания я останавливаю себя здесь сейчас, вот этой силой я хочу. И если вы хотите... Соответственно, получается, что внутри конфликт. «Вкусно сейчас, приятно сейчас, но больно где-то там потом». Или, соответственно, «Хреново сейчас, но вот больно там потом». Но зато там потом хорошо. Да, да правильно, это вот следующий психологический механизм. Нет, я сейчас себе позволю, ну ладно, покурю. Я же потом, я же могу отказаться потом. Я брошу любой момент. Я брошу любой момент. Я на день брошу и 20 раз. Что это самообман получается. Да, ну, давайте так это не... Или это отсутствие силы воли. Это такая маленькая хитрость, которой мы позволяем себе, но вот прекрасно, в принципе, это понимая, позволяем себе сейчас получить удовольствие, да, вместо того, чтобы идти к своему цели. Через месяц будет тяжело, потому что, блин, целый месяц-то прокурил, или там целый месяц там диету не продержал, как планировал. Но это будет потом. То есть получается, что силы воли у нас у каждого есть, и мы сами же себе мешаем этой же самой силой воли. А потом жалуемся на то, что у нас ее нет или маловато. Скорее, она действительно есть у каждого из нас, но не всем нам хватает ее для того, чтобы справляться с соблазнами или для того, чтобы идти к своим целям. А, соответственно, получается так, что если мы решаем, что для нас важнее все-таки идти к своим целям и не подаваться соблазнам, тогда, ну, задача эту силу воли развивать. Да, ну, тогда понять, что еще такое сила воли с точки зрения просто обывателя. Но давайте перед этим послушаем звонок нашего телевизора. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Мы вас внимательно слушаем. Вы в эфире. Алло. Да. Говорю, мой вопрос, правда ли, что связано с силой воли, сила воли связана с мотивацией человека. И приведу пример. Я после шести, после шести поставил себе цель не есть. Но после шести, когда хочется есть, приходят в голову мысли, которые меня же и оправдывают. И что с этим делать? Это при чем тут воля? Спасибо. Замечательный вопрос. Замечательный вопрос. Спасибо большое. Спасибо огромное. То есть вы говорите, что вы сами поставили себе цель, и когда вы к ней приближаетесь, возникает соблазн, он увеличивается. И, грубо говоря, что-то там внутри нашептывает. Да ладно, бог с ним. Да на самом деле тебе это не надо, да вот там съешь. Да вот, и вообще все это сейчас особенно вкусно. Почему мы... Кто оправдывает наш отказ от цели? Правильно? Кто в нас самих нам нашептывает все время? Да ладно там. Ничего страшного. Вы знаете, я думаю... Кто этот человек? Кто этот человек, который усиливает этот же соблазн? Ну, в общем-то, я предлагаю брать ответственность за этого человека и говорить о том, что это мы сами. Что вот, собственно говоря, я сам усиливаю этот соблазн. И опять происходит борьба, и к тому сознательному моменту, когда вы поставили себе цель, к моменту приближения к цели эта борьба только усиливается. Сама воля, это, простите, не только умение поставить цель, все, я дал себе зарок, я больше этого делать не буду. Это еще и способность придерживаться. И это, правда, непросто. Для того, чтобы придерживаться той цели, которую ты выбрал, которую вы выбрали, необходимо больше концентрироваться. Если бы вдруг вы поставили вопрос, что делать в данном случае, то это вопрос про усиление вашей мотивации. Это вопрос про то, вот если вы поставили себе цель... Это слово прозвучало в вопросе нашего телезрительства? Конечно. Мотивация. Мотивация, да. Что такое мотивация? Это то, что побуждает нас к тому или иному действию. Но вопрос в том, что мотивация бывает короткой. Вот пока у меня нет необходимости останавливать себя и не кушать после шести, мне мотивации хватает выше крыши. Я хочу, я хочу не есть после шести, вот чтобы животик спал, чтобы как-то легче себя чувствовать. Шесть часов аппетит появляется, хочется кушать. А мотивация пропадает. А где мотивация? Мотивация пропадает и кажется, вот как же так? Я же вроде хотел, но это вы хотели в другом состоянии. В этом состоянии вы кушать не хотели. А в этом состоянии, в шесть вечера, вот почему-то кушать хотите. Что делать, Дмитрий? Самое главное, кто виноват. Вот не хватает этого вопроса в традиции. Кто виноват, да что делать, и кто виноват, и что делать. Ну, как это, извините, банально не звучит, усиливать мотивацию. То есть для чего вы решили не кушать после шести? В чем будет тот ваш результат, который вы хотите достичь? Что вы получите в итоге? Насколько сильна ваша мотивация? Насколько вас вдохновляет не есть после шести? Это первая часть. То есть просто посидеть, подумать, вы знаете, с карандашиком по-хорошему. Сидеть, подумать и вот просто прописать. В чем мои мотивации? Просто прописать мало, поскольку все-таки бессознательная та самая часть, которая в шесть вот как-то просит покушать-то побольше. Она не очень понимает слова. Она больше понимает картинки. Поэтому важно еще попредставлять какие-то образы. Вот, окей, вы не кушаете после шести. Я стройный, у меня влюбляются девушки. Как вариант. Либо там, я чувствую себя хорошо, это мое здоровье. Я в этом случае чувствую себя так. Если я, грубо говоря, не буду кушать после шести в течение какого-то времени. А, это третий вариант. Ну, нужно сознательную стратегию построить. Вот вы не будете кушать после шести до конца дней своих. Или там на полгода себе испытания. Потому что, простите, вы пришли в спортзал, в тренажерный зал, и говорите, все, я жим лежа, делаю 300 кило. Это много очень. Это фактически нереально. Ну, вот вы себе поставили цель, потому что вот как-то видели, что по телевизору это кто-то сделал. Прекрасно. И вы решили это сделать сами, без тренера, без необходимого оборудования, и быстро. Вот прям сразу не есть, не получится. Цель нужно ставить. Сильно более-менее не есть. Ну, к примеру, да, после шести кушать вот столичка. Приучать себе. Потихонечку приучать себя, потому что, ну, не получится так вот. И все. Мало того, вам уже это, ну, вот, грубо говоря, телезрителю, который позвонил, организм и доказывает, что я сразу не готов так, извини. Да. А, простите, вот работа эндорфинов. Вот я слышу, что мозг в этом деле тоже нас как-то подставляет. Вот мы хотим не кушать после шести, а мозг нам посылает сигналы удовольствия, которые мы можем получить от пищи. Получается, что враг наш, наш мозг, который нас же избивает. Я предлагаю отойти от темы поиска врага. Я скорее про то, что, ну, человеческая природа такая, что у нас внутри заложено очень много конфликтов, вы правы. А потом, ну, вот, прийти после работы и скушать хороший кусок мяса прожаренный, да, ну, вот у каждого свои приоритеты. Так это и грамотно говорят физиологи. И как раз кусок мяса, белок надо кушать вечером. Ну, вот как вариант, да, ну, то есть, это же правда здорово. И организму от этого здорово, да, и правда, вот, понимая, что, ох, ох, как будет приятно, ох, какая награда будет, когда это съем, я почувствую сытость, мне будет очень хорошо. И с одной стороны, на короткой перспективе это правильно, а вот на длительной перспективе, вот, не факт. Мало ли они там за ночь не переварятся, вот эти все белки, и чего, организм устаряется. Ну, да, то есть договорились с волей в хорошем смысле этого слова. И воля сыта, и человек сыт, и организму хорошо, да, то есть это очень важно. Хорошо, у нас сейчас небольшая реклама, Дмитрий, я думаю, что наши телезрители подготовят свои вопросы, видите, у нас многие сталкиваются с этим, практически каждый из нас. Я бы сказала, кто не сталкивается. Конечно, да, и это многих беспокоит. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте свои вопросы. Сегодня мы говорим о силы воли и о том, как ее в себе развить, чтобы достигать любых поставленных целей. Оказывается, это вполне возможно, и сегодня нам об этом рассказывает психолог и автор тренинга «Силы воли» Дмитрий Закс. Встретимся через несколько минут.